МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Расплата не за горами. Подозреваемый в убийстве Калима Тамарова из Каспийска задержан. Преступление 36-летний житель Вашинского района сознался. Словесная перепалка переросла в поножовщину. В Касавюртовском районе возитель маршрутки ранил своего коллегу из-за числа пассажиров. Об этом сообщает МВД по Дагестану. Пришел, увидел, победил. Можно сказать о вольниках из Дагестана, которые стали лидерами по количеству золотых медалей на чемпионате России по вольной борьбе. Подозреваемый в убийстве Калима Тамарова задержан в Дагестане. В преступлении 36-летний житель Левашинского района сознался. На данный момент с подозреваемым работают следователи. Убийцу девочки искали, используя найденные на ее теле следы ДНК. Они и совпали с ДНК мужчины. Напомним, больше двух лет назад маленькую Калима Тамарову искал весь Дагестан. Волонтеры проезжали даже из Москвы и других регионов страны. Позже оказалось, что девочку, вышедшую в магазин за покупками, похитил неизвестным мужчинам перед смертью. Девочка подверглась насилию. После чего убийца проломил ей голову и выбросил тело в сточный канал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и определенно разноценных мероприятий, направленных на закупление доказательной базы. Решается вопрос об избрании отношений подозреваемого меропрещения. В Хасавюртовском районе водитель маршрутки ранил своего коллегу из-за числа пассажиров. Об этом сообщает МВД по Адагестану. Кровавый конфликт произошел в селе Мусалаул Хасавюртовского района. Инициатору по ножовщине показалось несправедливым распределение числа пассажиров в транспорте своего коллеги. Словесная перепалка перешла в дуэль на ножах, в результате которой пострадал 43-летний водитель маршрутки. Его доставили в центральную городскую больницу города Хасавюрта. По факту собран материал для принятия процессуального решения. Пассажир садился ко мне, он вылил его у меня с машины. Я на вопрос, что ты делаешь, матом начал все, давление поднялось. Не знаю, что его так оскорблять начал. Я тебя так, так. Там маленький нож был в машине, не знаю, как вытащил. Напугать хотел его просто. И как получилось, попал, вроде бы его, не знаю, поцарапал, что там, даже не знаю, я сейчас, что, как он там, даже не знаю. Жители Махачкалы проверили свою грамотность, присоединившись ко всемирной акции «Тотальный диктант». Организатором выступил Республиканский центр русского языка и культуры при именации республики. Дагестан принимает участие в акции уже много лет. И в этом году из-за пандемии формат диктанта претерпел некоторые изменения. Поэтому основная часть жителей столицы проверила грамматику, не выходя из дома. В столице были открыты площадки в Дагосуниверситете, в ДГПУ и в Республиканском доме дружбы. Кроме этого, к акции присоединились Свисбербаш, Буйнакск и другие города республики. Текст этого года посвящен Константину Циолковскому и называется «Пераспера». Его сочинил писатель Андрей Геласимов. По оценкам организаторов, в акции принимают участие жители 69 стран. Волонтерское движение во время пандемии превратилось в спасательную армию неравнодушных людей, помогавших медицинской системе избежать коллапса. Во многом именно благодаря помощи волонтеров, в это непростое время брусивших все, чтобы помогать другим, удалось избежать очень многих неприятных последствий, внезапно нагрянувшей на пасти. И на встрече президента России с новым руководителем Дагестана было отмечено, что на всем Кавказе, именно в нашей республике, было самое большое количество волонтеров и общественников, помогавших бороться с пандемией. Сотни людей помогали бескорыстно всем, кто больше всего нуждался в помощи. Инициативу проявили не только волонтеры, но также общественники и предприниматели. За их активную позицию и отзывчивость Минздрав республики наградил всех участников благотворительной работы, в их числе был и Ренат Баматов. Наше общество победило эту коронавирусную инфекцию во время первой волны, только благодаря тому, что мы вместе с органами исполнительной власти, такие вот общественные деятели, как вы, рядом стояли с медицинскими работниками и дали отпор этому неизведанному доселе врагу. Моя общественная позиция, основная цель была обеспечить безопасность населения Бавоистовского района благодаря многочисленным обращениям нашей общественной организации, непосредственно моей личной, администрацию президента Российской Федерации, где от Министерства здравоохранения была получена обратная связь о включении нашей районной ЦРБ на приобретение компьютерной томографии. Как бы ни снизилось количество, число заболеваемости, распространение коронавирусной инфекции, мы в любом случае не должны расслабляться, мы должны в таком же темпе продолжать работу. В Дагестане берут кредиты реже, чем в других регионах страны. Об этом свидетельствует РИА-рейтинг. Согласно исследованию, наша республика заняла четвертое место по объему задолженности по кредитам. Всего в регионе около 20% граждан имеют долг перед государством. Эксперты выяснили, что меньше всего берут кредиты в Ингушетии, Крыму и Чеченской республике. А в тройке лидеров по задолженностям – Калмыкия, Тыва и Курганская область. Отмечается также, что за последний год объем долгов России по кредитам вырос на 13% и превысил 19 триллионов рублей. Правительство России выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан во всех регионах. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Нишустин. Распоряжение уже подписано. Отметим, Минтруда России заверила, что к концу 2020 года число нетрудоустроенных граждан снизится до 3 миллионов человек. Несмотря на это, Федерация независимых профсоюзов России предложила все-таки сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год. По прогнозам президента страны, с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. И о спорте. 8 золотых медалей из 10 возможных. Рекордной победой сборной Дагестана в Нарофоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе. Так дагестанские вольники стали лидерами по количеству золотых медалей. Итоги заключительного дня соревнований в сюжете Курбана Рагимова. Эмоции бьют через край, полные трибуны не умолкают буквально ни на минуту. Последний день чемпионата России, как и предыдущие два, выдался для дагестанской команды богатым на награды. Начало положил Даурен Куруглиев, чемпион Европы из Дербента. Он уверенно добрался до финала, где с минимальным преимуществом взял реванш у основного соперника в борьбе за путевку на Олимпийские игры в Токио Артура Найфонова. Эту победу Куруглиев посвятил своему другу, получившему травму в автоаварии. Я сильно хотел взять реванш у него, эта схватка была именно принципиальная, мне надо было выигрывать. Победу я посвящаю Арсену Гузбанову, моему лучшему другу, чтобы он встал на ноги. Мы за него молимся, переживаем. Он в феврале попал в аварию. Эту победу посвящаю я ему, чтобы он на ноги стал и с нами начал тренироваться. В четвертом дагестанском финале на этом чемпионате сошли с Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов. Дерби лидеров в категории до 92 килограммов прошло в напряженной и порой эмоциональной борьбе. Как и год назад, победителем вышел махачкалинский «Динамовец». У Жабраилова есть незаконченное дело. Со второй попытки он попробует обменять свою бронзу на золото чемпионата мира. Девятый раз мы встречаемся и, конечно, вы понимаете, на 9 раз одним и теми человеком бороться, и мы уже прям каждое движение друг друга знаем. И поэтому всегда такая вот напряженная схватка получается. Ему показалось, что я грубо поборолся, мне показалось, что он грубо поборолся, и вот на этой почве. Потом руки пожали? Да, конечно, без этого никак. У меня есть цель – выиграть чемпионат мира, а дальше уже будем думать. К сожалению, в прошлом году не удалось мне золотую медаль выиграть. Ну, ничего, бронза тоже нормально. Ожидаемый статус лучшего полутяжеловеса страны подтвердил Абдул-Рашид Садулаев. Олимпийский чемпион одержал четыре разгромные победы, и только соперник по финалу Асламбек Сатеев сумел продержаться против дагестанского танка все шесть минут. Титул чемпиона страны Садулаев завоевал в пятый раз. Нельзя сказать, что здесь не было таких серьезных соперников. Это, как я ранее уже говорил, чемпионат России, здесь слабых проходных схваток не бывает. Поэтому иногда тяжелее выиграть чемпионат России, чем чемпионат Европы или мира. Ну, такой настырный парень, который постоянно атаковал, я еще помню, на сборах. И я не был удивлен, что он вышел в финал. Еще одно золото сборная Дагестана мог принести Шамиль Шарипов. Этот молодой тяжеловес из спортшколы имени Садулаева стал открытием заключительного дня. В полуфинале он выбил из борьбы за первое место чемпиона Евроигр Анзора Хизриева. Однако в финале весьма спорным решением судей и выступлением опытным Алана Худаева. Несмотря на это, сборная Дагестана сумела завершить чемпионат с рекордным показателем. Впервые в истории вольники из страны гор завоевали восемь наград высшей пробы. Помимо этого, в копилке еще шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Фантастический чемпионат для нас. Восемь золотых медалей. О чем можно еще говорить. Мы довольны, счастливы. Оказалось, что могли еще лучше. Небольшое упущение. Судейские споры в весовой категории 125 килограмм. Мы порадовали Даурен Круглиев, Розамбек Джамалов. Эти такие весовые категории, которые... Олимпийские. Да, и олимпийские, и те, которые мы как бы не могли за собой застолбить долгое время. Я надеюсь, что ребята окрепнут и задержатся в этих весовых категориях, в лидерах. После недельного отдыха борцы, вошедшие в число призеров чемпионата, отправятся на сбор национальной команды, где тренеры определят состав для поездки в Сербию на чемпионат мира. Кубан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Нарафаминск, Московская область. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»